Власти Таджикистана запретили финансирование СМИ. Очередной правительственный политолог против ислама. На фоне кризисов в Таджикистане бурно строятся административные объекты. Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня без обсуждения единогласно поддержала предложенные правительством республики поправки в закон о рекламе, согласно которому впредь в стране запрещается спонсорство информационных программ на телевидении и радио, независимо от их форм собственности. Ни один из проголосовавших депутатов не поинтересовался, для чего принимаются соответствующие поправки, на что они направлены. Лишь один депутат на условиях анонимности сообщил журналистам, что таким образом правительство Таджикистана пытается защитить информационное пространство страны от воздействия внешних сил. Напомним, что в последние годы режим Рахмона создал несколько ручных средств массовой информации, которые призваны вести проправительственную пропаганду. Те же независимые от Рахмона СМИ, которые существовали за счет грантов, отныне будут лишены средств к существованию. Правительственный таджикский политолог Абдугани Мамадазимов призвал власти страны укрепить в народе Таджикистана светское мышление, а тех людей, которые соблюдают свою религию, он назвал малограмотными. По мнению Мамадазимова, сегодня крайне необходимо бороться с малограмотными религиозными деятелями, которые влияют на умы непросвещенных сельских жителей. Поэтому сегодня мы имеем моральное право требовать, разработать и принять комплекс мер по дальнейшему усилению конституционных норм и государственного мышления светского характера, заявил секулярист. Также он отметил, имеется неиспользуемое поле для усиления светского характера, который якобы будет оберегать народ от религиозного экстремизма. Примечательно, что Абдугани Мамадазимов известен своим враждебным отношением к исламу. Например, в интервью изданию The World and We в 2015 году, Мамадазимов даже обвинял ислам в том, что это агрессивная религия. Традиционно, с самого начала мы можем выделить в исламе и агрессивное начало. Приходила знаменитая конница и возникал перед жителями вопрос, как быть, принять ислам, платить налог как иноверцам или сложить свои головы. И вот уже сколько веков такой подход, можно сказать, сохраняется, заявил тогда он. Критическая экономическая ситуация не заставила власти Таджикистана скорректировать свои планы по возведению грандиозных административных зданий. В центре Душанбе опять сносятся вполне еще пригодные здания. Вместо них в условиях острого дефицита средств строятся дорогостоящие здания госструктур, сообщает информационное агентство Азия+. Строительство административных зданий, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис, продолжается полным ходом. Возведение сразу нескольких таких объектов в столице запущено с начала этого года. В частности, речь идет о новом парламентском комплексе в центре таджикской столицы. Под его строительство уже готовится площадка. Сносятся здания мэрии города, минсельхоза, посольства Ирана, а также несколько жилых домов. Стоимость и источники финансирования официально так и не были объявлены. Месяц назад началось строительство нового 16-этажного здания Верховного суда. Его предварительная стоимость составляет около 75 миллионов сомони. Средства выделяются из бюджета страны. Был дан старт строительству и нового здания Медуниверситета. Буквально на днях началась генеральная реконструкция Кохи-Вагдад. Из госбюджета на это выделяется порядка 30 миллионов сомони. В ближайшее время планируется запустить строительство нового правительственного комплекса. Параллельно полным ходом идет начатое в прошлые годы строительство многочисленных административных зданий. В частности, продолжается возведение комплекса службы связи, стоимость которого превышает 100 миллионов долларов. Согласно официальной статистике, только за последние 10 лет в республике было построено и сдано в эксплуатацию около 240 административных и культурно-развлекательных зданий. На их возведение в совокупности потрачено свыше 2 миллиардов сомони. В основном эти средства выделялись из бюджета страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!